До выборов остаются считанные недели. Уже с 17 по 19 сентября Ульяновскому предстоит выбрать депутатов Государственной Думы и губернатора. Напомним, что в области зарегистрированы и допущены к выборам 24 кандидата в депутаты Госдумы и 4 кандидата на пост главы региона. Чтобы контролировать прозрачность выборов в регионах страны, начали работать центры общественного наблюдения. С 13 сентября начнет работать горячая линия, по которой каждый избиратель сможет сообщить об имеющихся нарушениях в предвыборной кампании и на самом голосовании. Номер горячей линии пока не определен. В центре уже организованы опер-группы из числа опытных юристов, которые незамедлительно приедут на место нарушения. А на каждом избирательном участке традиционно продолжат работу наблюдатели, прошедшие обучение в общественной палате Ульяновской области. Каждый уже избиратель Ульяновской области, в случае, если у него возникают какого-либо вопроса, тем более какие-то жалобы на нарушения, на возможные нарушения, мог бы в наш штаб позвонить. Еще раз скажу, что этот телефон с 13 сентября начнет работать, и эксперты, наши волонтеры будут готовы отвечать на вопросы Ульяновцы. Важно, что именно в этом году в силу вступает обновленное руководство по наблюдению за выборами – золотой стандарт наблюдателя. Как отмечают в региональном отделении Ассоциаций юристов России, новый золотой стандарт не позволит трактовать процесс выборов двусмысленно. Каждый наблюдатель, согласно 50 пунктам стандарта, сможет незамедлительно выявить все ошибки на избирательном участке и вовремя о них сообщить. Стоит отметить, что в этом стандарте впервые уделено внимание таким пунктам, как охрана общественного здоровья населения. То есть там предусмотрено, что должно быть дезинфекция, там должны быть обеспечены дистанции. В Центре общественного контроля будут следить и за социальными сетями, в том числе за фейковыми новостями. Мы сообщаем это уже в региональный штаб, это обсуждаем и выносим уже, так скажем, вердикт. Является ли это фейком, либо на самом деле тут возможно нарушение и необходимо дальше продолжать работу. Если мы думаем, что это возможно нарушение, мы направляем уже информацию в избирательную комиссию по Ульяновской области. Таким образом, подготовка к выборам в Ульяновской области идет полным ходом. Нам остается надеяться, что выборы пройдут честно и открыто.